Бывает такое на английском, да, но это, конечно, да, ужасно. На испанском нет, это очень сильно. И сразу испортик как все впечатления, потом они говорят... Человек бьёт свою жену, типа... Серьёзно? И не все это говорят, но это многие говорят, и как бы, скорее всего, человек поймёт, по крайней мере, в американском английском. То есть это пьяный, да? Так что смешно, что похоже. Зачем мне твое спасибо? Лучше... Дай деньги, да? Ты знаешь, бывают такие, что они как-то хотят делать комплимент, но не всегда получается красиво, да? Hola amigos, bienvenidos a Espanol con Kike. Добро пожаловать! Я сегодня в гостях у Джона. У него есть свой канал, Джон и Эва. Они сделали крутосветку. И он тоже учит русский язык. И мы сегодня говорим о фразе, которые я когда-то слышал на русском языке. И они, мне кажется, очень смешные или иногда даже может обидеть человека. Kike бы мне не рассказал раньше, так что это всё будет новое. Да, да. Кстати, это нужно сказать, что у меня есть маленький список. Джон не знает, но я уверен, что он когда-то услышал, потому что ты уже десять лет живёшь среди русского. Ну, десять лет как начал учить русский, да, да. Поэтому... И смотри, Джон, я помню, что когда я приехал в Москву, я не знал русский язык. И я пытался у кассира, по-моему, это было в метро, сказать, типа, да, хочу купить. Я не помню, это было что-то общественное. И она мне сказала, говори по-человечески. Ты представляешь? Ну, я думал, то есть получается, что я не говорю на человеческом языке, то есть испанский это не человеческий язык. Или почему она считает, что говорить на русском... Какие-то не люди. Говорить на русском это... тебе когда-нибудь что-то это говорили? Ты знаешь, я помню, вот, один раз кто-то подходил ко мне на улице в Украине и спрашивал там какой-то адрес, по-моему. И я пытался отвечать, и бабушка так посмотрела на меня, типа, а, вы не наши. Это очень, я замечаю, вот, наши, вот, я смотрю, когда спорт смотрю, там, гимнастику или хоккей с русскими комментаторами, они всегда говорят, наш, наш, наши. Это непривычно для меня. Да, ты знаешь, сейчас запомнил, когда... Человеческие наши. Да, когда я был в метро, там были русские бабушки такие, и они искали метро. Я думал, они спросили, не подскажете, где станут метро? Я, типа, да, конечно, вы знаете, если идите всё прямо, будет... Ну, а Кузнецкая? Старался, хорошее произношение, и она, типа, слышу, даже иностранцы лучше знают, чем мы. Это чё? Ну, хотя бы не оскорбили. В этом же это комплимент, наверное. Ты знаешь, бывают такие, что они как-то хотят делать комплимент, но не всегда получается красиво. Да, когда приехал в Россию, я думаю, на второй месяц я учил устойчивое выражение, типа, спасибо, на хлеб не намажешь. Да, да, да. Ты представляешь, человек, который совсем недавно в России, и первый, который, вот это погружение языка, это сказать спасибо, на хлеб не намажешь. То есть это, мне кажется, очень как-то культурное... Вот это, мне кажется, интересно. Ну, по-испански, мне кажется, я не могу сказать, типа, я понимаю идею. Да, я даже не уверен, знаю ли я эквивалентное выражение на английском. Мне кажется, у нас нет такого, типа, зачем мне твое спасибо? Люди, дай деньги, да. Я тоже потом услышу, что это спасибо на кармане положишь, и так, мне кажется, очень много выражения. Может быть, можно найти, не знаю, на хлеб, но я не каждый буду искать. Спасибо на хлебный намаж. По-мечке, вот. Thanks for the bread you will not spread, это вообще непонятно. На русском очень интересно, когда ты хочешь что-то увеличивать, здесь принято сказать какое-то плохое качество, например, ужасно красиво. Для меня это было как, что... Как ужасно красиво, это комплимент. Не знаю, по-испански очень как-то странно звучит. Такого вообще не бывает. Horriblemente hermosa. Не знаю, мне кажется, они как ужасно сильнее, чем красиво, поэтому уже все равно, что идут дальше. Интересно. Потому что вот в английском языке, я не знаю, был какой-то тренд, наверное, что много плохих слов стали хорошими. Типа, можно сказать, you're bad. Типа, you're bad, это значит, может означать с правильной интонацией. Типа, ты плохой, но это значит, что, типа... Ты крутой. Ты крутой. Или, типа, sick, значит, больной. Вот в сленге, можно сказать, sick, как бы скейтеры говорят, там, которые на скейтах катаются. Типа, sick trick, типа, больной трюк, значит, типа, крутой трюк, да. Ну, таких, по-моему, много. Бывает такое на английском, да, но это, конечно, да, ужасно. На испанском нет, это очень сильно. И сразу испортик, как все впечатления, потом они говорят. А ты знаешь, тоже мне очень смешно, одежда названия... Я имею две примеры, как очень странно, да? Допустим, я не знаю, ты знаешь, что такое семейники? А-а-а... Это две, да? Это не штаны? Какие-то... Это примерно... То, что носишь по дому, что ли? Да-да-да, семейники. То есть, как я понимаю... А-а-а, нет, это трусы такие. Это трусы оболчие. Да-да-да-да. Да, это как большие боксеры, я не знаю. А-а-а, да-да-да. А ты знаешь, когда мне сказали семейники, у меня даже... Думал, как это для семью, потому что я знаю, что, допустим, когда был Советский Союз, допустим, обувь, в принципе, был один модель, который и мальчики, и девушки как-то, в принципе, да, как эти... А-а, ну да. И поэтому, когда сказали семейники, я... Правда, у меня было такое понятие, что это как семейники для семьи, то есть, как любой из... Могут использовать семи, просто стирают всё это. И второй, это... Знаешь, что такое алкоголичка? Ну, наверное, женщина, которая много пьёт. Но это одежда. А, ну, другое значение. Не, наверное, нет. Это как, типа, такой, как майку, но без рукава. Да? Белая? Да, да-да-да, белая, которая всё это открыто. Да. Это называется алкоголичка. Алкоголичка. Знаешь, ты знаешь, как его английский называют? Shirt? A trunk? Может быть, но называют эту такую майку wife beater. Человек бьёт свою жену, типа. Серьёзно? И, ну, не все это говорят, но это многие говорят. И, как бы, скорее всего, человек поймёт, по крайней мере, в американском английском. То есть это пьяный, да? Так что смешно, что похоже, не знаю, на алкоголичка или... Я не знал. Или в бёджину. Ой, даже неудобно это говорить, но да. Ну да, это нехорошо, но... Нет, я не знал это, спасибо. Вот мексиканец учит канадца русскому. Да, да. Поэтому приходите на уроки русского языка со мной надо. Это правда. Одна фраза, которую я вообще не понимаю, как... И собрати ли это слов, и не знаю, если знаешь... Я собаку сел. Собаку сел. Собаку сел. Собаку сел. Ааа... Да... Да, в контексте, наверное, проще, но... Собаку сел, это, по-моему, что ты много чего сделал или нет? Нет, это типа... Да, читать на русском. Я собаку сел. Да. Да. То есть очень легко, да? Очень легко? Да, да. Ну вот. Да, собаку сел. А я не знаю, как, типа, они корейцы или что? Почему собаку сел? Да. Ну, легче, чем лошадь сесть, наверное... Слона. Слона? Ну... Если его сейчас полностью сесть, наверное, не знаю. Я не понимаю, откуда вот это происхождение. Если знаете, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что это... Я думаю... Да. Если это было в Корее, я бы понял, наверное. Может, да. Может быть, я даже не слышал, да. Одна фраза, которая мне очень нравится, это... Лапши на уши. Весить лапши на уши. Ага, лапшу вешать на уши, да-да. Это, как бы, если человек... Я видел такие мемы, где человек сидит с лапшой на ушах, и, как бы, русские сразу поймут, а иностранцы такие, что это русские делают вообще? Да. И водят они очень плохо, вот, ну, по этим регистраторам, да? Да, да, да. И у них лапша на ушах, что они делают там? Да, это мне понравилось. Танки какие-то. А, тянут кота со хвост. За хвост, да-да-да. Да, тянут кота. Я, кстати, знаю ещё другая версия. За другое место тянуть, пожалуй, не буду сказать. Но мне нравится это. Ага. Ну, за хвост, да. Тянут кота за хвост. Сомрит червячка. Да, честно говоря, даже не знаю, что значит заморит, но, по-моему, это выражение, значит, типа, утолит голод, как-то так, что типа... Да, что-нибудь перекусить, чтобы они были сильно головные. Ага. Нужно иногда так часто делать паузу, чтобы объяснять, типа, ну, есть такое выражение, и поэтому у него лапша на ушах и так далее. Да-да-да. Ещё одна очень интересная, которую я слышал, это не сравнивай хрен с пальцами. Я, наверное, не слышал. Типа, настолько разные вещи, да? Или... Это... Я не знаю, насколько это... Но я сейчас мне существо обрежу. Хрен, знаешь, как с палец. Типа, не путай свой. Делаешь какое-то сравнение, которое очевидно, что одно гораздо лучше, это как-то, типа, не сравнивать фразы, которые все иностранцы путают, и знают, типа, это... Да, нет, наверное. Мне кажется, это... Русские любят это объяснять. Джон, Джон, как ты переведёшь? Да, нет, наверное. Типа... Ну, это... Нет. На самом деле, по сути, да, нет. Ну, почему? Типа, скорее всего, нет, может быть. Или, типа, скорее, нет. Ну, да, нет, наверное, мне кажется, всегда будет как нет, да? Ну, да. Джон, спасибо большое, что мог поделиться с этими словами. Твоё мнение очень интересно. И если вы ещё не подписаны на его канал, подписывайтесь. Очень интересно. И тоже, если не подписаны на мой канал, тоже подписывайтесь. Ставьте лайки. И пишите в комментариях, какие фразы самые интересные для вас. Если знаете другие, тоже подписывайтесь. Может, интересно потом делать вторую часть словами, которые... Или фразами, которые вы у нас напишите. Всё. Адьёс! 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 stellung? Продолжение следует...